Состоялось второе заседание Совета депутатов Ленинского района 7-го созыва. На нем присутствовали глава района, его заместители и сами народные избранники. В повестке дня пять вопросов. Первый докладчик Сергей Гаврилов. В его введении вопрос о замене обязательств по инвестиционному контракту. В рамках его реализации предусматривалось строительство школы на тысячу мест. В районе поворота с Варшавского шоссе на Расторгуевское. Но в связи с проблемой выделения земельного участка строительство школы такой вместимости не представляется возможным. Застройщикам ПАО ГК ПИК, который является правоприемником ГК Мортон, вынесено предложение по строительству школы на 250 мест. Разницу в объеме финансирования 700 миллионов рублей предлагается направить на решение социально значимых задач. Депутаты попросили разъяснения по вопросу проработки увеличения мощности других образовательных учреждений Булатниковского сельского поселения. Там увеличение сейчас происходит школ до 1375 мест вместо 1100, которые были сначала в проектах планирования. Это для того, чтобы, так сказать, отложенные потребности. Вопрос о замене обязательств по инвестконтракту был также предварительно рассмотрен на заседании Городостроительного совета Московской области, где также обсудили вопрос о расходовании оставшихся средств. Было предложено отдать их на завершение строительства малоэтажного многоквартирного жилого комплекса в деревне Жапкино, где 820 участников долевого строительства стали обманутыми дольщиками. Это решение детально обсуждалось на рабочей группе, поэтому на заседании было поддержано большинством депутатов районного совета. Очень важно, что перед заседанием совета проводились рабочие группы, на которых все эти вопросы досконально рассматривались. И вот подтверждением тому является и голосование депутатов, что сегодня либо единогласно, либо подавляющим большинством голосов принимали соответствующие решения. Решения были также приняты по вопросам утверждения положения об организации проведения публичных слушаний, по вопросам городостроительной деятельности на территории Ленинского района и о внесении небольших изменений в регламент Совета депутатов. Будем, естественно, уже выходить с предложением для того, чтобы обсуждать несение в регламент Совета депутатов, чтобы его привести в ближайший вид и уже чтобы он был в соответствующем новом реале. Закончилось заседание утверждением перечня и состава постоянных комиссий действующего Совета депутатов.